В поселке Веселое, это пригород Донецка, от крайнего дома до позиции украинских военных около тысячи метров. О слое перемирия здесь не знают. У нас здесь на окраине, ей перемирия никогда и не было. Понимаете? Никогда ей не было. Перемирие это может в городе, в центре города. Там тишина, там люди живут. А мы здесь нет, мы здесь не живем, мы здесь мучаемся и все. Опять же на этого разбила, возле больницы, там тоже попадание было. Так что здесь затищей не было никогда и нету его. В нем тишина, и то сейчас пострелить иногда. Ночью вылазят крысы и пошли. А уже знаем, и тюльпан как стреляет, и град как стреляет, и ураган как стреляет. И 80-ка, и 120-ка, и 152-ка, и савушки, и гиацинты. Ну, в общем, все цветочки. В этой ситуации люди не решаются возвращаться, заниматься восстановлением своих домов, когда так близко проходит линия разграничения и когда так неспокойно на ней. Единственное, что не дает им отчаяться, это надежда и ожидание более явных перемен, что все договоренности будут выполняться обеими сторонами. А пока что пустыми и безлюдными выглядят целые улицы и кварталы города. Ни воды, ни света, ни газа, ничего нету. Абсолютно. Как можно здесь жить? Построить сейчас оно опять что-то... Мы еще не знаем, что в дальнейшем будет. Тяжело жить, конечно. Лишь бы мир был, а то все остальное чепуха. Будет мир, будет жизнь. Окраины Донецка перенесли на себе самые тяжелые дни противостояния и продолжают страдать по сей день. Несмотря на реальные успехи переговорного процесса, исключить артиллерийские дуэли пока не удается. Единственное, что может обнадежить в этой ситуации, это тенденция к уменьшению плотности огня. Продолжение следует...